Всем привет! И сегодня я со подружкой Деневра И мы будем говорить немножко о России и о русском языке Так что, начинаем! И если вы не видели мой канал, я уже из Киева и живу в Ислямском и Минусею. Я говорю 6 языков, и на этом канале я говорю о Минусею и о том языке. Хорошо, теперь расскажи о себе, пожалуйста, в Геневре. Всем привет! Меня зовут Геневра. Я из Италии, из Рима, из города Рима. Я учила русский язык в университете Рима, а потом я переехала на 6 месяцев в Москву, где я учила русский и русскую литературу. Я поработала в Риме, а потом переехала здесь, в Иерусалим, где работаю и живу сейчас. И почему ты сначала выбрала русский язык в университете? Это хороший вопрос. Я сама не знаю. Но свой дедушка очень любил русскую литературу. Ага, да. И я помню, я была маленькая, и однажды он сказал, давай, Геневра, я дам тебе книгу. И он дал мне Достоевского книги. Да, я тоже очень люблю Достоевского. Да, да, да. Ага. Так, я влюбилась и решила учить язык, и так. Понятно. Я учила немецкий и русский. Понятно. Языки и литературу. Понятно. И когда ты это учила в университете, ты думаешь, что русский язык сложнее, чем немецкий, или наоборот? Я не знаю. Возможно, вначале сложнее, а потом не очень, потому что немецкий очень, как сказать, регулярный. А русский, наоборот, не очень. Это то, что я думаю. Ага. Поэтому для тебя ты думаешь, что русский язык сложнее, чем немецкий? Да, сложнее. Вначале, а потом не очень. Но когда ты понимаешь, как это работает, все лучше. Да, да, да. Я думаю, что русский язык очень регулярный язык тоже. Поэтому когда ты уже знаешь систему, как это все работает, то это уже все очень легко будет. Да. Потом ты тоже сама учила арабский, да? То есть, ну, потом ты учила... Попробовала. Да, да, да. И как ты думаешь, как ты думаешь о арабском? Ну так, арабский очень сложный язык. Я попробовала с Фусха. Да, да. Вначале. А сейчас... Ну, а потом... У меня в Италии есть много друзей из... Да, на Бежневостоке. И... Ну как, я попробовала. Ну, каждый день с ними. И... Ну как... А потом, когда я переехала в Иерусалиме... Ну как, здесь сложно говорить по-равски сейчас. Потому что все знают английский. Да, да. Ну, ну как... Иногда я пробую. Я пробую. Да. А ты думаешь сложнее, чем русский? Да. Ага. Как? Кому сложнее, чем русский? Ну как, все сложнее. Грамматика, например. Да. Очень... Ну как... Нерегулярный язык. Да, да. И я думаю, это... Нет системы. Нет системы. Понятно. Ну, когда ты здесь живешь и пробуешь каждый день, ну, конечно, лучше и проще. Мне кажется. Понятно. Ну да, это да. Но алфавит тоже очень сложный. Да, конечно. К сравнению русского языка. Да, да. Как читать и, ну, как писать. Да, да. Потому что это совсем новая система. И сложно все выучить, да. Но для меня, вообще-то, я думаю, что русский язык не сложный язык, потому что, как она сказала, что это очень регулярный язык, и когда ты знаешь систему, уже можно знать, как он работает. Да. Но наоборот, арабский очень сложный. Если честно, на самом деле, я думаю, что амея, то есть диалект, легче. Проще, легче. Да, проще, чем фусха. Но фусха, это вообще... Я не могу. У них там... Мустамили. Да, да. Вообще мустамили. Это очень-очень-очень сложно. И там у них есть совсем другая система, у них новые грамматики, которые я никогда не видела. И все изменяется. И у них тоже есть падежи. Да. И... Да. Но вообще кошмар. Я бы сказала, что арабский самый сложный язык... В мире. В мире. который я учила. Да, я согласна. Как... Я не знаю о китайском, например, но... Да. Арабский очень сложно. Да. Ну, вообще-то, я думаю, китайский, он как бы сложно читать и писать, но если ты просто хочешь учить, как разговаривать, то это вообще не сложно, потому что у нас лёгкая грамматика, конечно, ещё есть там прошедшее будущее время, но всё равно, я думаю, по сравнению арабского и русского, китайская грамматика, это ничего, да. А ты хорошо говоришь по-арабски? Я бы сказала, что я очень хорошо по диалекту. Да, по диалекту, это то, что, ну как, это важно. Да, потому что в университете мы читаем фсха и мы читаем новости, и очень много занимаемся тоже, но вообще не могу говорить. А если ты хочешь начать говорить, то всегда надо просто практиковаться на улице, но на улице они никогда на фсха не говорят. Поэтому я думаю, это тоже очень, как бы, это тоже проблема, когда ты хочешь начать учить арабский, какой арабский учите, потому что там есть очень много. Но об этом мы можем потом поговорить. Ну хорошо, давай расскажи немножко о жизни в России. Хорошо, ну как, я была в Москве на шесть месяцев. Да, это недолго, это недолго, но, ну как, мне, ну как, я влюбилась в Москву, вообще влюбилась, и я встретила много друзей, и, ну как, я скучаю сейчас, и я хочу, ну как, я хочу поехать. Сейчас чуть сложно, но так. Ну я думаю, что возможно, если хочешь возвращаться как-то нибудь, да. Ну как, в начале мне было очень сложно, я помню, ну как, мой русский был ужасный, но сейчас окей, но не отличный, но окей. Ну, когда я приехала в Москву, я помню, мне сказали, мне спросили, ну как, как тебя зовут? Да, да, да. И я, ну как, я ответила, хорошо. Ну так, потому что в университете мы никогда не проектировались. Да, 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 я думаю, это проблема во всем университетам в мире, потому что они очень, мы очень много тренируем, вот, грамматику и делаем упражнения, но никогда не говорим. Никогда. Да, поэтому когда у тебя будет, ну, такая возможность, типа, обмен в другую страну, и это всегда проблема. Да. Ты не можешь понять, ты не можешь говорить, да, да, но это не только твой университет, а ты, я думаю, это все университеты. Все университеты, да. Да. Но потом я решила переехать, потому что, ну, в начале я была в общежитии, да, и вокруг меня было много-много итальянцев. Да, 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 это, это, у меня тоже очень много китайцев, и каждый день на китайском. Да. Когда у него были возможности на русском, да. На русском, да. Да, да. Ну, а потом я приехала, ну, как с русской соседкой, с ней каждый день, ну, как. Я сказала, пожалуйста, только русский, только русский. Да, да. Поэтому, ну, как, мой русский был лучше. Да, да. Стало лучше. Да, да. Да, да, конечно, но надо практиковаться и так далее. Я давно не практирую с мной. Продолжаем. То есть у тебя есть какой-нибудь тип для людей, которые сейчас учат русский язык? Да, есть. Слушайте музыку, русскую музыку, например, группа кино, но есть много. Да, да, да. Читать книги, слушайте лодкисты или смотрите фильмы на русском языке. Так, я знаю, что русский сложный, особенно в начале. Просто говорите. Просто говорите. Даже если делите ошибки, это не проблема. Просто надо делать ошибки, чтобы знать больше. Да, да. И это работает с русским языком и с многими языками. С многими языками. Но надо практиковаться. И я думаю, что если вы хотите учить русский язык хорошо, надо, как она сказала, надо говорить, надо практиковаться с другими людьми, конечно. И ещё слушать подкасты, радио и, может быть, тоже русскую музыку. Я тоже рекомендую смотреть русский телевизион. Да, хотя русский телевизион как бы иногда не очень, но есть вот серии, которые я сейчас смотрю, когда у меня будет свободное время. Содержанки. Я рекомендую. Хотя в этой серии как бы не очень, но я думаю, хорошо для того, чтобы там практиковаться немножко. И они говорят это уже очень, как бы, ну они говорят быстро, но ясно. Поэтому, да, да. Я бы сказала, что это хорошая серия. И слушать самые важные, по-моему. Да, да, да. Согласна. Согласна. Окей, хорошо. Но это всё на сегодня. И я надеюсь, что это видео вам понравилось. И увидимся на следующий раз. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.